Здравствуйте, мои хорошие и мои любимые! Сегодня выбрались в магазин. Давно мы тут не были. С астрономической скоростью кончаются продукты. Таллин опять заметает лёд. Я слышала и читала многое в последнее время о том, что практически не посыпают дороги властными и не только властными, во всем городе проблема лёд, мазёмка вот этой, ничего нигде нет, это не посыпано действительно, прямо пока до машины дойдешь мелкими шажочками, здесь очень-очень скользко, это правда. Что-то совсем плохо. Вот и были в магазине Гросси. Сейчас покажу вам, что купили, но у нас и заметает. Метель прям настоящая в талии. Ух и ах! И всё какое-то такое, да. Лёд, снег, еле-еле тут это. Боишься растянуться лишний раз. Ну вот мы и дома. Сейчас вам покажу, что купили. Хотела всё за один раз на стол выложить и показать. Не получается. Не влезает всё в стол на стол. Так что буду поэтапно. Мясо взяли, колбаски, ну да всё-всё по очереди, всё по порядку. Сейчас всё покажу, расскажу. Цены, конечно, расскажу. И обязательно в конце по итогу общий чек. Не без этого. Ещё раз всем напоминаю, что все наши цены в евро. И мы из Эстонии. Ну вот, значит, объёмчик. Объёмчик у нас таков. И первым делом у нас с вами картошка. Картошка. Были мы в магазине Гросси, я говорила. Вещала вам с улицы, с мороза, с метели. Картошка такая неплохая. Обычно в Гросси не очень. Но бывают моменты и очень. 44 цента, она жёлтенькая. И ничего такая. И набрали мы её. Я так по чеку иду, знаете. Потому что на память я ничего не помню. Ой, много набрали. 4 килограмма. 4 килограмма всего. Ой, да здесь на пару раз. В общем, картоха. Сетка с мясом остаётся здесь. На стол не влезает чуть позже. Дальше пачек идёт. 68 центов. Евроцентов сахар. Я так давно не покупала сахару ни килограмма. Что-то мы его вообще перестали есть. Все морозы у меня без сахара. Кофе, чай мы пьём без сахара. И даже Кристина как-то. Морозы, клюквенные. Все вот эти то, что я делаю, тоже как-то всё. Получается так, что без сахара очень даже хорошо. А вот единственное, что здесь нету в чеке, и в чём причёй покупки, я не присутствовала. Прошу заметить, что это не реклама. Не надо мне тут писать про рекламу. Нет, про рекламу вы можете писать. Вы предлагайте можете. А то, что это реклама, не писите. Это неправда. Это не реклама. Муж, короче, пошёл в аптеку и купил три такие байды рыбего жира. Мы пьём рыбий жир, и он, значит, здесь с витамином А и Е ещё. Какой-то он недорогой. Он сказал, что все эти три бутылки стоят 20 евро. Дело в чём? Чтобы получать нормальный витамин рыбий жир, как бы этот, да, нам нужно смотреть. Ну, сами знаете, вот это ЕПА. ЕПА. Вот это вот ЕПА. Короче, но вот тут 800 грамм надо 2000 примерно в сутки. Но это нам надо. Я не говорю никому, что вам надо. Про нас. Ну, так, примерно 2000. То есть это, ну, грубо говоря, две чайные ложки в день, утром, вечером. Обычно это ЕПА. Очень низкая. То есть там надо, для того, чтобы получить вот эти 800 в чайной ложке, надо выпить, не знаю, 5 капсул 5 раз в день. А вот это вот такие хорошие. Ну, это я просто так, как сказать, то, что пьём мы лично. Мы пьём витамин D постоянно. Мы пьём рыбий жир. У детей отдельный рыбий жир и витамин D. Так, чё это я всё в лекарствах? Нет, мы ничем не больны. Просто наш врач считает, что надо пить. Ну, я тоже считаю, что это правильно. Правильный подход. Дальше. Мука. 68 евроцентов грозе, разлива, россыпи. Ой, боже, не подойти даже ни к чему. Мука, чё-то у меня кончилась. Пора нам с вами что-то печь. Раз я накупила муку и сахар. Это о чём-то говорит. Я понимаю, что я пеку всё время. Но когда день чего-то или два нет, уже вопросы. Так, сказала цену муки 68 евроцентов. Там килограмм, да? Два. Два килограмма муки. Ух, хорошо, большая пачка. Дальше вижу помидорчики. Помидорчики взяла для того, чтобы сделать, наверное, опять тефтель, может быть, с овощами, а может и не с овощами, а может на борщ. В общем, куда-нибудь в готовку, потому что для еды, они, знаете, не очень. Евро 38 за килограмм. Здесь чуть больше, чем килограмм. О, колбаску вижу нашу с сыром любимая. Она у нас испаряется, особенно по вечерам и по ночам. Вот это интересно. 5 евро килограмм колбаса варёная с сыром, для тех, кто не знает. Так, дальше. Бананы евро 0,8 взяла связку. А дальше дрожжи 28 евроцентов. Но этот раз, наверное, не на морду лица намажем, а что-нибудь сделаем. А может, опять намажем, посмотрим. Но, когда ещё рядом присутствует маленькая пачка сметаны и дрожжи, этот тандем и дуэт говорит о том, что я задумала рогалики. Но задумываю я их часто. Но, видите, в результате всё вымазывается на морду лица. Все маски. Но посмотрим, что будет этот раз. Может, этот раз и дойдёт до рогалик. В рогалики такие вкусные. Это ещё мамин рецепт. И обязательно, обязательно с брусничным вареньем. Делала я его на канале. Рецепт есть. Рогалик. Это потрясающе вкусно. Дальше, мои хорошие. Дальше копчёные сардельки с сосисками. Сама ищу их на столе. Не вижу, а вы? Ой, не видно. Сосиски вижу. Сардельков не вижу. Нашла. Вытянула из сетки, где мясо на столе не умещалось. 2 евро 48 центов. Под копчёные сардельки с сыром. 500 грамм. Отран на роте. Ой, какие же они хорошие. Пережаренным луком. Пару сардель. Салат из морковки с растительным маслом. Кристина счастлива. Она обожает такое. Кошачий корм по евро 18 центов. Какой-то недорогой. Нашла с рыбой. Любят они с рыбой. Мягкий корм. Посмотрим. Этот мы никогда не брали. Что за корм? Попробуем. Дальше по списку попадается зефир. Гроссовского разлива. Евро 24 в шоколаде. Честно говоря, это который не шоколад. У такой лайма действительно шоколад. Это так. Ну, так. И евро 08 просто такой ванильный зефир. Тоже гроссовского разлива. Что-то он у нас переломался. Дальше грибочки идут. Прочитала сейчас чеки. Евро 98 для гриля. Ух ты. Гриль или миссикс? Гриль шампиньонит. А я-то думала сделать обычный суп. Или что-нибудь там соус. А они оказываются гриль и миссикс. Ну. Из песни слов не выкинешь. И интересно. Еще за евро 78 хотела вам показать новинку. Для меня это новинка. Все, что для меня новинка. Все то новинка. Новый какой-то напиток. Овсяный напиток. Овсянка. Ну, типа того, что полезно. Овсянка напиток. Евро. Стоит он евро 78. Новый такой я не видела. Только в фейсбуке как-то видела. Девочки показывали. И сама сейчас наткнулась. Овсяный напиток. ТР1 литр. В ингредиентах овсяная основа, рапсовое масло, карбонат кальция, соль, стабилизатор, витамины, В2, фолиевая кислота, Д2, В12, йод. Перед употреблением сдавать. Подходит для веганов. Безлактозный. Сладкий он, не сладкий, нет, наверное. Ну, как бы такой вот овсяный напиток. Куда его здесь пишут? Хорошо для... Даже в каше, в кофе, как бы. Ну, такое, да. Но попробуем, не знаю. Это я буду на Кристине испытывать. Она у нас пьет такие. Ну, я вообще хотела, в принципе, кисломолочное что-то. Но вышло что-то новенькое. Овсяный такой напиток. Я его еще не пробовала. Хотя про него речь уже была, шла. Я уже читала о том, что новинка у нас здесь такая появилась. Дальше должен быть карбонат по чеку. И что-то я его здесь тоже не вижу. 7 евро 88 центов за килограмм. Рядом с колбасой должен быть карбонат. Вы видите? Я не вижу. Ага, нашла. В сетке нашла. Я что-то думала, что он в бумаге, в пакет. Вот это не очень хорошо, когда в пакете ветчины эти. Ну, мы его переложим. Не знаю даже, кому доверить перекладывание. Маркизу или мужу. На 4 евро 19 центов такой кусочек. Ну, знаете, на хлебник с утром, с помидорчиком. Вот с маринованным огурчиком. Кофе, который какой-нибудь марципановый со сливками. Ну, и так это очень даже весело становится. Во всяком случае, настроение поднимается у домашних. Да, вот такой 4 евро 19. Здесь полкило. Немножко с жирком. Муж любит, чтобы был чуть-чуть жирок. Вот такой вот кусок ветчины. Сосиски евро 94, в которых 80% содержания мяса. Свинина 80, вода сыр. 8 они с сыром. Юсту вейнер. Вейнер на эстонском сосиски. Кстати, давайте язык кто хотел, да? Забываю часто говорить им слова. Всякие разные на эстонском вы просите. Вейнер. Это будет сосиска. Повторяйте. А юст. Будет сыр. А когда с сыром, тогда юстуга на конце. Вот и здесь, в общем, 80% этого мяса в сосисках. А все остальное неизвестно что. Ну, 8% сыра, а остальное историю умалчивает. Так, сосиски стоят евро 94. Дальше за евро 14 две банки. Я их называю баночки, как у нас, да? Десерт для Кристины иногда. Я практически перестала покупать. Это не сырочков. И вот этих у нас раньше, помните, да? Стол был завален этими десертными банками. Такой ванильный с изюмом и обычный. Не обычный, а что он здесь? Брауни или что-то с шоколадом какой-то. Шоколадный. Вот. А в основном она очень любит и каждый вечер практически съедает пачку творога со сметаной. Вот обычного творога ванильный. Или еще бывает с мармеладом. Вот таких вот творогов я тоже взяла обычный. С изюмом. Обычный творог. Но они у нас все 0,1% жирности. То есть, жира там нет. Это для ребенка не очень хорошо. Стоке творог должен быть жирный. 74 евро цента стоит одна пачка. Взяла две. В общем, две пачки творога. Кстати, о рогаликах. Тут меня посетила мысль. Ну, это только у нас, наверное, так может быть. Пришли, значит, я полезла в холодильник. Была уверена, что для рогаликов у нас есть маргарин. Интересно, что в этом рецепте идет не сливочное масло, а именно маргарин. Это еще такой давнешний, мамин рецепт. Там идет именно маргарин. Вот положишь масло и будет не то. В общем, я открываю холодильник и смотрю, что маргарин у меня, естественно, там какие-то 50 грамм, а там должно быть 250 пачек. То есть нет. Ладно. Ну и что? Что еще? Яйца. Мы забыли купить яйца. А яйца у нас идут, знаете, как? Ого-го, мы там по 20-30 штук берем этих яиц. Не знаю, куда это все девается. У нас растущий организм. Вот я, например, расту, цвету и пахну. И, короче, штук. Я к чему все это? Муж по магазине. Сейчас в магазине он опять шлет мне. Значит, я, может, сгущенку взять там такие большие банки. Говорю, давай. Потом что он еще? Яйца, значит, берет. Маргарин берет. Сгущенку берет. И творожки. Вот эти вот лизи, которые творог с мармеладом. Крестиных очень любят. Я говорю, бери штук 6. Она их парно ест. Но это на три раза ей, да? А что она так может после обеда и вечера? У тебя четырех пачечек этих нет. В общем, пока я разгребаю, делаю обзор, муж уже опять, еще или как-то хотите, называйте. Опять в магазин. Что у нас такое творится, я не знаю. Дальше по списку идет сепик. Для того, чтобы в России понять, что такое сепик, и не только в России, да? Это такой полезная булка. Я уже нашла определение, потому что вы спрашиваете, да, что такое сепик. Это полезная булка с отрывами. Она такая серая, с семечками. Полезная булка. Не только из низ пшеницы. Дальше идет отдел батареи. Нечто сладкого. Пока я дойду до рогаликов, до пирогов. Пироги, что я пекла, куда-то исчезают. В общем, на передержку, так сказать, семьи. Неплохая, кстати, у них эта кухня. Ну, так. Значит, лайм с кокосом. Кристина любит кокос, и я терпеть не могу. Поэтому я думаю, что ей это понравится. 3,80. Это вот та штучка. Такой. Калу торт. Я не знаю, как это. Отрезной пирог. Вот такие, как шоколадные дольки, или я не знаю. Самые они лучшие, это кихилиная по-эстонски. Кихит, это слой, как бы. Такие шоколадные полоски, у которых варенье внутри. Конечно, самые лучшие у нас в Эстонии, я считаю, что это куноплан фирма. Но эти тоже, ну, нет тут куноплана. Ну, что делать. Но они во много раз дороже. И здесь, значит, 7 евро получается 48 центов за килограмм. Евро 94 такая коробочка. Евро 77, сякая коробочка. 2,39 такая. Коробочка. Это у нас так. На кофе попить, чай попить. Дальше, дальше, дальше. Быстро подсматривают в чек. А, господи, я до сих пор не убрала в заморозку. Евро 94 и 2,48. Замороженные ванильные булочки. И пирожки с творогом. Мы с вами пекли их. Сразу раскладываешь на противень, они расстаиваются и в духовку. Они у меня уже все текут, поэтому ставлю 5-секундную паузу. Бегу в морозилку ставить их. 74 евро цента кофейные сливки. Здесь 380 миллилитров, 10%. Молоко. 49 евро центов молоко. Вот не подорожало. Молочку 2,5%. Здесь литр, ну, в таких вот обычных пакетах. Значит, сыр за 4 евро 28 центов должен быть сыр нарезанный уже. А вот такой эстонский нарезанный сыр. Ну, тоже то где, то куда-то там приготовки его часто использую. За евро 14 лимончик такой взяла утром. Люблю этот водичку с лимоном попить. Говорят, этот полезно. Ага, из химии за евро 38 взяла лавандовую ас. Ну, хлорка растворенная. В общем, я в унитазе ее лью. И каменную раковину отмывается очень хорошо с помощью вот этой хлорки. Литр. За евро 44, как я их называю, вонючка в туалет. Вот так повесит тоже. Чтоб пахло лимонами. И потом еще. За евро 18 вот такие треугольнички сыпучие. Это для пробивки, промывки труб. А против засорения я вот их в профилактических целях. Здесь все заклеено, вся красота там. Сематичная. В профилактических целях в ванную, допустим, засыпаю иногда. Таких парочку за евро 18 взяла. Пусть будет. Еще для будущих блинов евро 18 сгущенка с какао. Это тоже Кристина любит у нас. И где-то я еще видела здесь сметану за 85 центов большую. Две штуки взяла. Не подорожало, кстати. Это тоже. И за 68 маленькую. Вот эта маленькая как раз идет к рогаликам. За евро 20 лук зеленый обязательно. У нас всегда зелень. Петрушка там, укроп, лучок на столе. Евро 28 плавленый сыр с жареной курицей. Там такие большие прямо куски жареной курицы. И сыр прекрасный. Кто знает, эстонский наш мэрэвайк. Мэрэвайк будет, между прочим, янтарь в переводе. А это с креветками. И там действительно креветки. За 88 центов ромашковый чай, чтобы успокоиться. За 73 цента паприку красненькую взяла девочку. Знаете, как различать? Да, вот это вот когда 4, это девочка. Она сладкая. Когда 3, это мальчик. Кто не знал, мне мама рассказала. 98 евроцентов. Этот раз у нас вафли от Дымки. Веселая телочка. Сливочные. Как будто с карамелью или какая-то такая корка. Сливочные. Веселая телочка. Та со сгущёнкой была очень вкусная. Тоже таких пару пачечек. Так, из этой части, мне так кажется, я всё-таки вам всё показала. Теперь остаётся там, где мясо. Сейчас я освобожу стол и покажу вам. В мясную часть. Вы, конечно, у меня глазастые. Особенно глазастые есть. И видят всегда, что я чего-нибудь забуду. Пишите мне снова. Я знаю. Знаю, что я обязательно что-то забыла. Пишите, жду. Пишите в комментариях, что я опять забыла. Пока разбирала здесь всё. Пришёл муж. Принёс маргарин, который на рогалики должен идти. Сгущёнку. Ух! Вот эти вот творог, которые я говорила вам с мармеладом. Яйца по евро с небольшим, L большие, 30 штук. И за 7 евро расчёску. Очень нужна щётка. Это он для Кристины. Фисташки себе. Ну, это его, как сказать, часть. Мы с вами не отвлекаемся от своей. Мясо. Мясная часть. Мясо, мясо из Гроусси магазина. Фарш. Прекрасный фарш. Много раз его хвалила. Делаю только из него. Никакой другой не надо. Раньше делала из деликатеса. Всё в призме брала. А какой-то он не такой. Этот лучше. 3 евро 88 центов. Взяла 3 килограмма. Чуть больше тут. В общем, в 3 разных пакета, чтобы знать для себя, что тут по килограмму. Вот таких куриных ножек. Тоже взяла. 2 килограмма. Знаете, на противень гречку. Наверх ножки и в жару, в духовку и забыл. Моментально делается. И очень всё просто. 2 евро 18 центов за килограмм. Но это такое совсем дешёвое уже всё. На 4 евро 22 центов. Вот. Языки. Приезжает Сандра. Очень любит суп из языков. Поэтому я взяла и даже не три. Кастрюля 4 штуки. 3 евро 98 центов за килограмм. И тут на 3 евро 14 центов. Так. И ещё одно мясо на суп. Не знаю, что будем делать. Может, опять борщ. Борщ у нас тоже очень любят. 2 евро 28 центов за килограмм. Представляете, как мало. Здесь больше килограмма. Ну, такой кусочек на суп. Как раз даже очень на большую кастрюлю. 2 евро 37 центов. Шкурку уберём здесь. Потом косточка тоже. Мясо в суп пойдёт. Ну, нормально. Так. И что это? Мясная часть. И варенье взяла для блинов. У меня 2 литра старого молока. А варенье, кроме брусники, по-моему, у меня ничего такого нет. Вот. И взяла малиновое. Панькок и мус. Эстонская спец... Панькок. На эстонском будет блинчик. Вот, блин. И это специальное варенье для панькок и мусика. Ну, здесь, наверное, всякие, конечно, пектины, то-сё. Сахар, яблочное пюре, малина, вода, черника, пектин, да. Ну, всё-таки такое. Ну, эти лесные ягоды. Ну, в общем, такое. Помимо брусничных моих, всяких ещё это будет. И очень хорошее вот это повидло абрикосовое. Прямо так вот ложечкой брать можно. Ну, очень хорошее. Это такое на блины. А цены. Малиновая варенька. Варенька эта малина. 3 евро 54 цента. Вот эта большая 3 евро 68 центов. И абрикосовый джем. Евро 68. Вот эти полкило. Ну, такое вот на блины. Ещё я взяла свёклы, потому что у меня... И вы видели у меня эту пакрику. У меня, может быть, придёт мысль после супа с языков сварить борщ. У нас вот прям языки борщ, языки борщ куриный. Редко рассольник. И всё мне никак не сделать селянку. 88 центов. Она уже чищенная, варёная, в вакууме. Вот эта свекла. Очень хорошо было бы на больше. Может, на свекольник. А может, не знаю чего. Может, просто натру в салат. Ну, в общем, короче, вот так у нас с вами. Сегодня прям... Сегодня прям чего-то всего много. Ну, как-то вот уходит всё. Не знаю. У нас уходит всё. Ну, а теперь по традиции чек. Вот без этого всего я не знаю. Что-то сейчас муж был. Расчёска, знаешь, что 6 евро 99 центов. Вот это я знаю. Щёпка. Вроде бы на Новый год подарили. А курсиня вот она деревянная такая была на Новый год. И жестковата как-то. Вот это вроде как помягче. Не могу объяснить. Дерево как-то мне тяжеловато ей чесать. Больно как-то. А это может быть. Не знаю. В общем, эту часть мы с вами не считаем. Не знаю, сколько за неё платил. А у нас с вами общий чек. Сейчас говорю. Да. Чуть не забыла, конечно. Коты продавались, да. Коты со скидкой были. Коты со скидкой по весу. На развес коты продавались. И ещё набрали вот очень много всякой этой бумаги. И туалетной, и бумажных полотенецов кухонных. Ну, я ещё раз повторю, да. Новенькие постоянно прибавляются. Знаете, я не пользуюсь практически полотенцем. Редко всегда вот этим полотенцем идут. Бумажным. Поэтому у нас их тонны идут. Вот и... И туалет на этот раз не в немецкий магазин ездили в своё любимое. А здесь вот взяли евро 69, что ли. Около... Ну, около двух евро, что-то недалеко. У нас с ромашками туалетная бумага. С ромашками. И ещё такую вот тоже люблю. У неё можно, по-моему, выкидывать вот этот... Втулочка или как это называется, да? Не в помойку, а прямо в унитаз она размывается. Вот этого ещё понабрали. Этого тоже много. Хочу в горку прям такую целую. Песок кошачий тоже вижу, муж, всё. Ну, ты всё проверил? Да? Ну, я хорошо. Всё ты проверил, да? Всё ты проверяешь? Ты такой кот. Всё он знает, всё он проверяет, во всём участвует. 116 евро и 56 центов. Это всё то, что я сейчас вам так долго рассказывала. Без вот мужниных отступлений с фисташками, сгущёнками. И там с этими сурочками. Это я не знаю. Не спрашивала, сколько у него. А наш 116. Ну, вот вроде и всё. Всё вам показала. Если что-то не показала, что-то забыл, пишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Я иду всё это раскидывать по холодильнику. А с вами прощаюсь. До завтра. Здоровья, счастья. Чтобы у вас и у ваших близких было всё-всё хорошо. Пока-пока.